Доброго всем! В нынешнем видео мы расскажем о подрезке стёдел клапанов вручную, используя для этого зенкеры, в простонародье шарошки. Во время работы двигателя клапаны, открываясь, закрываясь, прилегают к седлу, и после продолжительной работы, по разным и понятным причинам, седло клапана, точнее фаска седла расползается. Фаска седла расползается, расклёпывается, что не вдаваясь в подробности, приводит к ухудшению контакта тарелки клапана с седлом, то есть к плохому прилеганию. В результате чего появляется ряд проблем. Но видео не об этом, а о том, как восстановить фаску седла. Видел много подобных видео, где порой по часу муссируют, в общем-то, это простое действие, хотя технология обработки седла не отличается большой сложностью. И после порезки пары тройки седла, вы вполне освоите данную операцию. Однако в просмотренных роликах много видео неверных обработок, несмотря на то, что производители и маститые признанные инженеры, давно и подробно рассказали, как и что нужно делать. Для подрезки седла мы используем такой вот стандартный набор зенкеров от известной фирмы, называть её не стану. Есть ещё один подобный набор, но для самых уж мелких диаметров. Как правило, профиль седла состоит из трёх фасок, подчёркиваю, как правило. Это две вспомогательные и одна рабочая фаска. Чаще всего вспомогательные фаски 30-60 градусов, бывают 10-15, и рабочая фаска это чаще всего 45, но также 30 и 20 градусов. Вновь-таки чаще всего так. Но бывают фаски с отклонением от этих параметров несколько градусов. Вот и в наборе у нас шарошки с ходовыми градусами. 30, 45, 60, 15, 10 градусов. Перед правкой фаски обязательно, если это требуется, сперва меняют втулки и разворачивают их. Когда вы поменяли втулку, практически всегда есть перекос соосности между втулкой и седлом. То есть старая фаска уже не будет чётко перпендикулярно оси втулки, в результате чего тарелка клапана не будет чётко и без зазора прилегать к седлу. Так вот, многие механики ошибочно советуют, что сперва нужно вывести вспомогательную верхнюю фаску с меньшим углом, затем вспомогательную с большим углом и только после этого рабочую. Мотивируя это тем, что если делать наоборот, то останутся с заусенцем. И таки нет. По технологии сперва полностью выводится рабочая фаска, она должна быть замкнутая по кругу и иметь достаточную ширину. То есть полностью обработана. И если есть перекос, то вы это увидите. С одной стороны фаска будет больше, с другой меньше. Есть седло, вакуума здесь нет, прилегание плохое. Делать это нужно не спеша. Вставили пилот, взяли шарошку с углом рабочей фаски, к примеру в данном случае 45 градусов. Сделали пару витков, не прилагая большого усилия, чтобы понять насколько много снимете металла, то есть как идёт процесс обработки. Глянули, что вышло. Если требуется, повторили. Когда вывели рабочую фаску, заужаем её вспомогательными углами. Берём шарошку 30 градусов и также пару витков. Здесь наша задача состоит в том, чтобы понять до какой степени нужно заужать. То есть куда ляжет наша фаска на тарелке клапана. Для этого возьмём подготовленный клапан с восстановленной фаской тарелки и слегка притрём его. Или можно без пасты провернуть клапан в седле. След на фаске останется. Если нас, как в данном случае, всё устраивает, вот где будет начало фаски, надеюсь, видно, то можно переходить к заужению большим конусом. Также, не прилагая чрезмерных усилий и не спеша, чтобы не переусердствовать, режем, смотрим, вновь корректируем, если нужно. И так добиваемся требуемой ширины фаски седла. И вот теперь замечу, чтобы не было тех самых заусенец, нужно буквально слегка вновь коснуться шарошкой с углом рабочей фаски. В нашем случае, напоминаю, 45 градусов. И заусенцев не будет. Вот, что в итоге получилось. Конечно, это не станочная обработка, но результата можно добиться вполне приличного. После фрезерования седла необходимо притереть к нему клапан. Притирка в данном случае позволяет в первую очередь проконтролировать качество ремонта. При правильно подрезанном седле достаточно несколько секунд для получения ровной притертой поверхности и клапана, и седла. Смотрим вакуум. Все в порядке. Иногда, когда направляющая втулка клапана не менялась, можно просто заузить фаску седла. В таком случае, как правило, перекос отсутствует. Мы заужаем фаску малым конусом. Все делаем, как я рассказывал ранее, повторяться не стану. Затем в широкой, с большим конусом 60 градусов. Заузили до требуемого размера. А вот теперь поправить рабочую фаску можно не шарошкой с резцами, а шарошками с алмазным покрытием. А вот они такие у нас есть. С разными диаметрами и с разными градусами. Обработка алмазом всегда дает идеальный результат. После нее можно и не притирать. Однако мы процесс притирки выполняем всегда. Дабы, как я уже говорил, проконтролировать свою работу и избежать каких бы то ни было косяков. Ведь притирка, в принципе, много времени не отнимает. Вот что у нас в итоге получилось. А на этом у нас для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует...